Здравствуйте, друзья! С вами Ян Жеманов. Сегодняшний герой нашей рубрики «Люди эпоха» полюбился зрителям с самых первых выступлений на сцене. По сей день песни в его исполнении слушают миллионы, ведь вряд ли кого-то оставят равнодушными «Белые розы» или «Седая ночь», «Веселые глупые снежинки» или «Озорное детство». Преждевременный трагический уход Юрия Шатунова стал настоящим ударом по огромной зрительской аудитории, для которой он остался яркой звездой молодости или детства. Болучий кумир миллионов Юра Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау в семье Веры Гавриловны Шатуновой и Василия Владимировича Клименко. К большому сожалению, рождение маленького Юры не сблизило супругов и еще больше осложнило их и без того напряженные отношения. С первых дней жизни Шатунова его мать перераспределила заботу о сыне на своих родителей. Воспитывать Юру берется бабушка. К сожалению, ей не удается выполнить свою миссию до конца. В 1977 году она умирает. Юра вернулся к матери, новый сожитель которой страдал алкоголизмом и постоянно устраивал скандалы в семье. По этой причине Шатунов постоянно убегал из дома. В округе он даже получил кличку Шатун за то, что постоянно убегал из дома и бродил по белому свету. Впоследствии мать Юры пришла к выводу, что не сможет наладить личную жизнь, если не отдаст сына в интернат. Вера Шатунова совершила этот поступок и через год умерла от обострения из-за алкогольной зависимости хронических болезней. Новой матерью для Юры стала директор детского дома Валентина Тазакенова, проникшийся пониманием и сочувствием трудному подростку. Также в детском доме Шатунов знакомится с человеком, сыгравшим ключевую роль в его становлении в качестве певца – композитором Сергеем Кузнецовым, работавшим в детском доме руководителем музыкальной студии. В середине 80-х Сергей Кузнецов и детдомовцы Юрий Шатунов и Вячеслав Пономарев создают свой вокальный коллектив «Ласковый май». Группа быстро набрала популярность в Оренбурге и стала настоящей звездой оренбургских дискотек. На выручку от выступлений «Ласковый май» записал небольшую партию кассет, одна из которых попала в руки к Андрею Разину, на тот момент менеджеру популярной группы «Мираж». Исполненные Шатуновым песни «Белые розы», «Седая ночь» очень впечатлили молодого продюсера Разина. Он сделал ставку не просто на узнаваемый жанр, но и на трагичность истории о талантливом мальчике-сироте из детского дома, поющего о неразделенной, но очень чистой, светлой любви. Группа получила всесоюзную известность, выпустив свыше десяти альбомов. Теперь песни «Ласкового май» звучали не только на дискотеках, но и из окон домов чуть ли не всех советских городов. Артисты колесили по городам, собирая более пятидесяти тысяч зрителей за день. Музыкальные критики даже сравнивали популярность «Ласкового майя» с популярностью группы «Битлз», ведь на концертах российской группы девушки также падали в обморок и готовы были на все ради автографа любимого артиста Юры Шатунова. Советская молодежь устала от социалистического реализма и приняла слушать песни о неразделенной любви и ошибках молодости. После тура по городам США осенью 1991 года Шатунов покинул группу. С наступлением совершеннолетия он стал чувствовать дискомфорт от того, что много лет не мог выйти из образа мальчика-детдомовца. Покинув коллектив, Юрий Шатунов переехал в Сочи и стал вести затворнический образ жизни, отдыхая от бесконечных концертов и внимания аудитории и журналистов. Впоследствии он вернулся на сцену, но уже в качестве звезды прошлых лет. За его первым сонным концертом состоялся еще один, затем еще и еще. С 2001 по 2013 годы Шатунов выпустил пять студийных альбомов и снялся более чем в десяти видеоклипах. На концертах он исполнял как ремиксы уже знакомых поклонникам «Ласкового мая» песен, так и новых, открывавшим зрителям уже более зрелого и глубокого артиста. Летом 2019 года его многочисленные поклонники были огорчены заявлением, что их кумир больше не сможет исполнять хиты группы «Ласковый май». Причина – конфликт певца с продюсером Андреем Разиным за право исполнения песен. Шатунову пришлось пройти через судебные тяжбы и отстоять право на полюбившиеся зрителям песни. К сожалению, через неделю после победы в суде сердце Юрия Шатунова остановилось. Он умер от острой сердечной недостаточности в ночь с 22 на 23 июня. Артисту было 48 лет. На прощение с Шатуновым пришли тысячи людей с белыми розами в руках, теми самыми беззащитными цветами, символом жизни любимого зрителями Юрия Шатунова. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, то не скупитесь, подписывайтесь на каналы «Минская правда» и «Политика Минская правда». И поставьте лайк этому видео. Наша команда будет очень вам признательна. До новых встреч! И мы, отряды Путина, не можем дальше больше терпеть. Что ж ты сделал, Байден? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok